Приветствую вас, и я прочитал ваше письмо, прочитал ваше сообщение, я их выделил в отдельный технический документ, чтобы было удобно с ними работать, потому что в чате не очень комфортно видеть разрозненные исход в шине, в принципе гораздо поприятнее будет. Итак, как мне кажется, у вас есть сейчас две, ну давайте мы не будем говорить две или три, просто скажем, что есть некоторые проблемы. Первая проблема, это то, что вы хотите жить сразу в какой-то новой для себя жизнью. Вы хотите сразу, чтобы у вас моментально все было хорошо. Вы ставите перед собой по сути дела неподъемные задачи. Вы ожидаете, что вот ваша жизнь, она изменится, ну если не сказать резко, наверное, вы все-таки не думаете о том, что ваша жизнь именно резко изменится, но вы определенно, по крайней мере такое положительное ощущение, что вы определенно ждете, что ваша жизнь изменится стремительно. То есть вы хотите вернуть вот, может быть, то, что было тогда, то, что было раньше, то, что было вот какое-то время назад. И вот это ваша первая ошибка. Потому что вернуть то, что было у вас когда-то, и наладить свою жизнь достаточно резко, достаточно стремительно, вас, к сожалению, не получится никак. Почему? Потому что тот человек, которым вы были, он, к сожалению, он ушел этот человек, и этого человека нет. Есть вы другая, которая вот на данный момент существует, и с ней вам нужно считаться. «Проблема в том, что у вас ничего нет, вы негативно настроены по отношению к другим людям. Об этом мы еще поговорим обязательно. Вы не можете ничего людям дать, потому что у вас внутри пустота, вам самое нужно получать что-то, да, поддержку, там, тепло и так далее. И вы, конечно, в такой ситуации находитесь в позиции уязвимой. Действительно, в этой позиции вам, вами легко манипулировать. Действительно, в этой позиции вам, вами легко управлять. Действительно, вы можете дать впасть в зависимость от человека. Почему? Потому что у вас потребность, и эту потребность вы, по сути дела, не можете удовлетворить в полном объеме. Поэтому, если кто-то даст вам такую вот возможность полностью удовлетворить свою потребность, например, окручить вас лаской, заботой, дипломом, там, и так далее, то вы, конечно же, от этого человека будете зависеть. Ну, по-другому, к сожалению, быть не может. Поэтому ваши опасения, они не лишены рационального зерна и довольно-таки имеют основания. И, говоря о первой вашей, вот этой вот, о первом вашем неправильном, изгазённом представлении, хочется сказать так, что не нужно ставить перед собой глобальные цели. Вам нужно выявить для себя то, что сейчас для вас наиболее важно. Что вам сейчас нужно в себе менять. На что вам сейчас концентрировать своё внимание. и потихонечку выполнять определённые задачи. Например, вы говорите, что у вас есть интернет-зависимость в общении. Вы знаете, я в твой же время общался очень много в интернете. И вы здесь правы, когда говорите о том, что это застёгивает, и это очень сильно, знаете ли, ну, как бы сказать, отдаляет, да, от реального мира. Так, почему вы не общаетесь в мире реальном? Вот вопрос, который нужно вам задать. В реальном мире вы не общаетесь по причине того, что понимаете, что ничего дать не можете людям. То есть, объективно, вы не можете просто взять и начать общаться с людьми. Почему? Потому что вы знаете, что, скорее всего, эти люди будут вас использовать по причине вашего, ну, вот, состояния. Состояние на текущий момент. Значит, вам нужно делать что-то для того, чтобы вы себя любили. Чтобы вы в большей степени любили себя и в меньшей степени себя ненавидели. Потому что если человек себя не принимает, он цепляется за того, кто принимает его. И, соответственно, так образуется зависимость. Я надеюсь, для вас это, ну, очевидно. Надеюсь, что вы этот момент для себя поймёте правильно. И здесь на первом месте выступает ваше недовольство телом и внешностью. Вот не помню, говорил ли я вам в прошлой записи или нет, но очень важно, очень важно, начать вот именно с этого момента. То есть, с момента, когда вы в себе, вот, ну, не то, что даже не уверены, а когда вам, вы не нравитесь сами себе. Так вот, чтобы нравиться себе самой, чтобы нравиться себе самой, вам нужно начинать с малого, с малого. С чего? На самом деле, довольно простой, простой вещей. Это записаться на тренировку, собственно, в фитнес, фитнес или спортзал. Или для начала начать ограничивать себя в приёме пищи, на очень вот правильное питание там и так далее. То есть, вам необходимо начать работать над собой. Вот это первый важный момент. Начать работать над собой в том, что вам вот наиболее всего не нравится самой себе. Конечно, по началу будет немножечко тяжело, непривычно, но, во-первых, у вас будет цель. Цель нравится себе, цель привести себя в порядок. И это та самая цель, которая у вас будет первой. Вот одной из первых целей, скажем так. То есть, не нужно строить каких-то глобальных мыслей по изменению своей жизни. Когда человек строит глобальные планы, ну, он, как правило, и мыслит глобально. Те, которые мыслят глобально, вы знаете, это так сказать, крупная стратегия, крупногабаритная стратегия или крупномасштабная стратегия. Когда человек может оперировать достаточно ёмкими категориями, но при этом не уделяет должного внимания мелочам. Хоть твоим мелочам как раз-таки внимания и не уделяется. И на данный момент то, что вы делаете, это то, что проще. Вот вам проще было, например, в интернете общаться. Вы это делаете. Но то, что проще, я надеюсь, вы понимаете, не значит легче. Ой, не значит правильнее. И вот этот момент вам с вами нужно обязательно себе запомнить. Что нажмите решать проблемы ваших самых-самых актуальных словах. Почему вам нечего дать другим? Потому что у вас пустота. Почему у вас пустота? Потому что вы сами себе не нравитесь. Почему вы сами себе не нравитесь? Потому что вам не нравится то, как вы выглядите. И не сложно догадаться, почему вам не нравится, как вы выглядите. Ну, потому что вам не нравится ваш внешний вид. Так вот, именно с этого вы и начинаете с проработки своего внешнего вида. И далее, работая над внешним видом, вы увидите первый результат. Я уж не знаю, какой это будет первый результат, потому что мне бы не хотелось вам как-то вот, какой-то стереотип давать этого самого результата. Но тем не менее, когда вы увидите, что вы начнете приходить в ту форму, которая вам по душе, у вас появится вера в себя. Гораздо в большей степени, чем есть сейчас. Это вот самая вера в себя. Дальше. Следующий важный аспект, который тоже нужно выделить. Вот, выбрали вы для себя пока то, что легче всего сделать. То, что вот, даже не то, что легче, а то, что официально, то, что вы знаете наверняка. Вот вы знаете наверняка, а то вам не нравится, как вы выглядите. Это вы знаете точно. Вот, а с этого и нужно атаковать. В процессе занятия вы будете волей-неволей, ну, сталкиваться с людьми. А вы будете волей-неволей как-то взаимодействовать с ними. Вы волей-неволей будете как-то разделять с людьми какие-то свои мысли уже с другими людьми. Общение у вас будет. И при этом вы точно будете знать, что вот эти люди, ну, от вас они ничего не хотят. То есть, нужно организовать свою деятельность по приведению себя в тот вид, который вы хотите. И это плавно нас переносит в сторону, значит, следующего момента, который выпечет. Злоба и гордыня одолевает. Если принять от кого-то помощь, то начинаете просчитывать. А что он за это попросит? А чем нужно будет платить? Ну вот, знаете, вот вы общаетесь со мной. Ну, как общаетесь. Да, у нас с вами общение происходит в таком, немного необычном ключе, но тем не менее. Вы общаетесь со мной. Вы мне платите. Да, но вы четко знаете, сколько вы мне платите. И вы знаете, что я больше вас не попрошу. То есть, больше, чем изначально говорил. Это и есть порядочность. И понимаете, в чем дело? Когда вам предлагают помощь, если вам предлагают помощь, то, как правило, если помощь предлагают, то, сразу говоря, делают это только для вас, на бесколестной основе. А если начинают что-то просить, да, это користь, такого человека нужно от себя отдалять. Но он вам, и еще этот человек, не подтвердил, что он обязательно с вас что-то попросит. Если человек предлагает свою помощь, вы можете спросить, я тебе что-то должна сразу? И все. То есть, второй момент – это честность. Вам нужно быть честной с собой, то есть, не обманывать себя. Здраво, реалистично смотреть на вещи, то есть, объективно, вы не можете никому ничего дать, потому что у вас ничего нет. Что-то у вас появится, когда вы начнете себя принимать. Принимать вы себя начнете, когда достигнете определенного внешнего вида. Вот значит, внешний вид нужно вам сейчас нарабатывать. И поверьте, когда ваша задача будет ограничиваться только наработкой внешнего вида, вам сразу станет проще. потому что не нужно будет, знаете, вот пытаться охватить всю вот эту вот сложную категорию жизни, которую вы мне пишите здесь, что вы цепляетесь за жизнь, что вы, значит, хотите жить. Понимаете, сама жизнь – это настолько необъятная категория, что человек, говоря о ней, вот иногда попадаются в такие вопросы, когда люди спрашивают, в чем смысл жизни, там и так далее. И, наверное, они думают, что психолог, ну, конечно, они думают, это не без оснований, но тем не менее, они думают, что психолог на этот вопрос ответит. Психолог знает смысл жизни, такой, знаете, универсальный смысл жизни. И вот психолог такой хитрый, нехороший человек, который не говорит, этот смысл жизни. так вот, на самом деле, психолог смысл жизни не знает. Психолог решает проблему других людей, ну, то есть, когда проблемно ориентированы психологи. есть разные типы психолога. Но, на самом деле, смысл жизни для каждого свой. Вот вы говорите, что вы хотите секс. Что сказать? Желание вполне естественное. И, давайте подумаем, что для этого нужно. Еще Фрейд говорит, что нереализованное сексуальное желание приводит к различным негативным последствиям. Может быть, вы и, как вы говорите, злая, там, агрессивная, и так далее, потому, что вы хотите секса, но не можете его получить. И, опять-таки, здесь вам поможет. Я честно скажу, рациональное зерно. Здравый взгляд на вещи. Желание секса это что? Желание секса это напряжение. Это напряжение. Как любое напряжение, оно требует затрат. Желание секса это желание. То есть, как любое желание, оно рождает фрустрацию. Фрустрация это негативная реакция человека на невозможность осуществить то или иное желание. Фрустрация имеет очень много реакций. Мы здесь все реакции, конечно же, перечислять не будем, но агрессия и злобность это основная из этих реакций. Как-то так я не могу получить то, что я хочу. И, конечно, проблема-то дальше далеко не только в этом. Не только в сексе. но и в сексе тоже. И чтобы исключить нам с вами вот это вот этот факт, чтобы он не мечтал не давив на вас, я могу порекомендовать вам на данный момент, чтобы не падать зависимость от мыши, не заниматься самым удовлетворением. Либо, если вы можете, то встречаться с мужчиной чисто для секса. То есть, сразу ему сказать, что у нас с тобой отношения только ради секса, и мне больше как-то, тебе ничего не надо, тебе больше от меня не надо ничего тоже. То есть, мы друг у друга ничего не просим, мы друг у друга ничего не требуем, мы друг друга никак не используем больше, кроме как для секса. И все. Вам нужно дать волю своему желанию разделить секс и другое прочее использование. Да, мужчина может вас использовать как бы в контексте секса. Он может сказать или подумать, что она занимается самым сексом, значит, она нам нужна стать. И мужчина может навязывать вам свои условия, там, говорить вот, если ты сделаешь для меня то-то-то, то у нас будет секс, там, и так далее. На самом деле, это нужно пресекать в корне здоровья. Почему? Потому что это то самое использование, о котором вы говорите. И мужчина, который так поступает, становится к вам, ну, понятно, как потребительский. но потребительский в большей степени, вы ему позволяете. Значит, его нужно оттолкнуть. Неизаменимых людей нет, и вы найдете другого мужчину, который будет относиться к вам порядочно. То есть, раз договорились только для секса, встречаться, дальше только для секса. Все. Точно никаких как бы преподчтений нет. Нет. еще раз, ваше желание интимной жизни нормальное. Нужно снимать напряжение. Это потребность, это еда, но ее нельзя закрывать глаза. Даже если вы не чувствуете иногда желание, оно есть, и оно может давить на вашу психику, на ваш сознание. Я не особый сторонник Фреймя, я считаю, что секс слажен, но это не главное. Но тем не менее, в вашем случае любой напрягающий фактор может оказать окончательно определяющие их качество влияния. Поэтому с этим моментом нужно разобраться и с ним нужно очень серьезно. Если вы не хотите причаст мужчины для секса, это ваше право, тогда нужно заниматься самовыдовлетворением. Еще раз повторю, вам это все необходим, хотя бы потому, что при наслаждении при оргазме зарабатывается эндорфильм, гармонные радости, которые нужны человеку, в том числе и вам. Поскольку предполагается что заедать проблемы вы будете меньше, то без секса вам будет сложно обойтись. Второе, что нужно сделать, это подчеркнуть свободу. И вы знаете, второе, по важности после фитнеса, это бассейн. Если хотите, приобретите закрытый купальник, но обязательно ходите в бассейн попал. Очень нульно, очень полезная, полезная релаксирующая процедура, которая поможет вам снять напряжение, расслабиться, подвесить свободу и немного успокоиться. Это то, что вы можете реально сделать для того, чтобы начать решать свою проблему. Как бы дальше в процессе решения ваших проблем будут появляться новые цели, новые проблемы, которые вы и будете решать. страшно в реале вам потому, что вы не готовы к решению проблем. Это вот то, что касается того, как вам нужно жить и того, что вы ничего никому дать не можете. Вы знаете, у каждого человека гармония внутри себя, она завязана на чем-то, на определенных моментах. И если у вас этой гармонии нет, то конечно вы ничего дать не можете. Но то, что вносит диск гармонии, это вот нужно устранять. Обязательно напомню вам и про модель женского поведения, о которой мы с вами говорили. В действительности в ней нет ничего сложного, вам не сопридерживаться ее вообще не судьи. И злоба, и гордость, и негатив, и агрессия, все это вследствие вашей внутренней неудовлетворенности. То есть надо понимать, что окружающие вас люди, даже если они как-то вас используют, они не виноваты в том, что у вас такая реакция. А кто-то может быть даже и не знает о том, что у вас произойдет. Далее мне дается ощущение, что вы себя жалеете. Если вы читали ответы на Лайт Эксперта, вы ни один вопрос задавали, то наверное эксперт лидии описала вам, может быть, что нужно прекращать себя жалеть. Лично я здесь не согласен, я считаю, что действительно нужно прекращать себя жалеть, но жалость в определенные моменты очень полезная штука. Жалость позволяет пропустить через себя свои проблемы. Вы такое впечатление пытаетесь их подавить, а их подавлять не нужно. Дайте волю всем своим эмоциям, дайте волю, вот, например, тому, что пустота, никому ничего дать не можете и не надо, освободите себя от этой ненужной ответственности. Такое впечатление, что вы живете в ощущении, что вы кому-то что-то должны. Вот не должны вы никому ничего. Появится желание, знаете, вы не можете никому ничего дать, потому что никого рядом с вами нет. Я вам такой пример приведу. Если угодно, чтобы вы лучше поняли смысл по остеям к вашим. Если нет вопросов, если нет проблемы, то ого, не о чем и говорить. Если нет проблемы, то не ничего решать. По сути дела, если нет проблемы, нет активности. Это я говорю если что про себя. То есть активность моя это всегда по отношению к клиенту. Это всегда решение проблем клиента. А если у клиента проблем нет, какая может быть моя активность? Как клиент, как специалиста? Никакого. Потому что нет активности. Нет проблемы. нет проблем, нет активности. То же самое у вас. Ваша активность отступит потому, что вы никого не видите. Нет у вас рядом людей. Если вы увидите людей, вы увидите чужие потребности, другие потребности, другие желания, и вот появится реакция. Реакция на эти желания, на эти поступки, реакция на слова, на поведение. С реакцией все начнется. Сначала просто будет одобрение, неодобрение, положительная реакция, опречательная реакция, и так далее. Потом вы подумаете, что если у вас положительная реакция, значит это желание вы одобряете. Раз одобряете, значит себя вы можете чем-то человеку помочь. Как-то либо помочь ему в его желании, либо поддержать его желание. И вот так постепенно у вас будет появляться именно то, что вы можете дать другому. То, что вы можете дать другому происходит из реакции на чужие желания. А ваше желание мы знаем достаточно. У вас их, по крайней мере, несколько, которые удовлетворяют в первую очередь. Остальные появятся позже в реакции на желание и поведение других людей. Вот в принципе и все. Это точно касается того, что вы не понимаете кто вы и что вы. В один отчестве человек этого не может никак. И снова приведу вам пример. Снова приведу вам пример. Вот когда человек один сам собой все его мысли мечтания все его способности вот он рисует картину да? Он думает какая ужасная картина. Но он ее рисует как ему хочется. Человек рисует картину и происходит так что эту картину видят другие. И они дают оценку. Они оценивают эту картину. Они говорят эта картина плохая. Сейчас понимают ага эта картина плохая. Либо люди не понимают искусство либо она действительно плохая. У человека появляется обратная связь. И так он начинает себя осозновать. Еще один пример. Можно сколько угодно учиться. Можно сколько угодно готовиться к экзамену читать. но почему мы боимся экзамена даже если мы готовили. Вот знаете как стандартно может быть вам эта тема далека но тем не менее это очень простой пример просто. Вот экзамену дает список вопросов под того что это такой 40 вопросов то есть самый такой вот минимум. 40 вопросов человек полностью выучил все 40 вопросов он все равно боится у него все равно мадраж перед экзаменом волнение почему потому что он знает что то что он выучит это его личное а ему то придется другим человеком это обсуждать ему да придется выносить то что он заставит на оценку другого и это как раз оценка другого и является тем реалистичным проявлением объективным проявлением того что человек знает тут нужно обязательно сказать так что реалистичность проявления то есть вот если например вы мне говорите какую-то фразу я вам говорю ну вы знаете что это неправда да реалистичность проявления она тоже субъективна на самом деле просто это взгляд со стороны но он тоже субъективен поэтому реалистичность неполная да и определяется взглядом индейки а если до конца быть честным то определяются аргументы какими аргументами аргументами основанными на общественно признанных неоспоримых каких-то постулатах константах если хотите постоянных но это уже решается а приемлемы для вас вот эти постоянные приемлемы для вас например общественные нормы в которых вы живете вот Солженицын например когда ему собирались вручать ленинскую премию он ее не получил в свое время и как это не парадоксально был очень рад что он ее не получил потому что он говорит но это было уже после того как ему премию не вручили он отказался получать ее повторно когда ему предложили спустя какое-то время он говорит а почему я должен быть почетным писателем России как он говорит или там Советского Союза я буду просто писателем почему именно Россия почему какая-то страна говорил он считает объективным свою оценку моих моих трудов моих заслуг а может быть вдруг говорил он это только в этой стране считают что я сделал что-то качественное а другие страны посчитают что это совершенно отвратительно так зачем мне быть писателем России ну и тогда Советского Союза по версии этого самого Советского Союза не хочу я говорить власти и отказался от пример это пример исторический конечно пример но тем не менее пример того как человек отказался принимать общественные нормы общественные константы он вот эту реакцию оценочную реакцию не принял и вы вольны в принципе делать так же если у вас есть на это желание скажем так если то есть вы хотите то вы можете так же себя вести если вы принимаете нормы нормы общества в котором вы живете ну тогда конечно же для вас вот эти вот проявления оценочные будут объективными и вы будете с ними согласиться на них ориентироваться а общение с людьми произвекает из каких то интересов общих интересов общий интерес это тот интерес который условно говоря для вас важ что для вас важно мы в принципе знаем я надеюсь мы с вами это достаточно подробно рассмотрели что для вас важно и это значит что мы будем двигаться в этом направлении вот то что я хотел вам сказать по поводу того что вы не знаете как себя вести то есть понимаете ли Наталья дело в том что вы требуете от себя невозможно вы хотите чтобы у вас в одиночестве возникло некое понимание того кто вы что можете человеку другому дать без наличия другого человека еще раз повторю это невозможно совершенно теперь когда мы это с вами рассмотрели можно двигаться дальше по тексту вашего сообщения и дальше вы пишете следующее что хотели бы жить ярко наполненной жизнью и проживать счастливо каждый момент потому что ярко и наполненная жизнь это жизнь среди людей вы пока что среди людей не живете вы живете одно дальше вы пишете значит что люди проблем не привлекают других людей потому что они не хотят собственно говоря ну ложиться среди проблем этих людей действительно ваши проблемы вам нужно решить самостоятельно но как мы уже сказали проблемы ваши не имеют ничего общего с сексом и даже человек с проблемами имеет право на секс это факт поэтому не нужно отказываться от секса только потому что у вас есть проблемы вы можете получать секс с мужчиной так но дальше не узнаете что у вас есть проблемы но вы скажете ему об этом и говорите что у вас нет намерений строить какие-либо отношения еще раз повторю отсутствие секса это может на вас очень существенно сказаться то есть да у вас есть в принципе возможность обойти без него если вы будете слушать ну как бы если вы будете действовать по той указке которую я дал вам то есть будете заниматься физически вы будете плавать вы будете ходить на тренировки тогда у вас будет усталость и вы будете чувствовать себя как бы активно тут да и тут да сила не отойдет но опять вы очень темперамент это значит что потребность секса для вас высокая может быть это вас не удовлетворит многое зависит от темперамента если не удовлетворить этого неудовлетворенности нельзя оставлять без внимания еще раз говорю это опасно дальше если пишите вы ты упала я один приличный человек к тобой никуда не вернет я верн и что я неприличный по восьмому не вы знаете если вам не встречались люди которые готовы помочь просто так или помочь вот как это делаю я за определенную оплату из взаимного я надеюсь понимания что это мой хлеб это мой заработок то не начальше таких людей нет да вас сейчас оставили все это проверка вы пишите что вы сами отказались от друзей вот у вас наверху есть что вы значит отказались от их нагомых не было времени а потом был такой нервный добрый чертенок ласковая красивая а теперь злобная и зрительная стала вместо бисенка очаровая и злобная ничная которая устала которая ничему не радуется и так далее что то есть получается так что у вас не было времени мы отказались знакомые потому что чувствовали что вы в них не нуждаетесь у вас все хорошо и так было тогда в тот момент а потом когда вам стало плохо вы поняли что во-первых от этих знакомых вы уже отошли то есть нет у вас каких-то тесных связей с людьми а во-вторых произошла такая ситуация что вы поняли что вот той какой вы были раньше то есть такой вот независимый не нуждающийся в людях да вы не можете подойти к своим знакомым и просить о них о помощи вам не благодарят вашей гордости и здесь я вам могу сказать так что это правило то что вы не можете пройти к этим знакомым это правило почему ну во-первых люди которые действительно дорожат другим другим человеком они всегда принимают этого человека таким какой он есть и ваши знакомые они тоже если они искренне к вам относились они тоже принимали и принимают вас такой какая вы есть соответственно не сложно догадаться наверное к чему я веду если бы они вами дорожили истинно ну слово истинно здесь я не очень люблю это слово если честно истинно но скажем на самом деле если бы они дорожили вами по-настоящему то я уверен что они бы сами предложили бы вам помощь и сделали бы это так чтобы вы не чувствовали себя как-то усмленным но они этого не сделали что интересно вот так говоря они этого не сделали и вы оказались вынуждены твориться в собственном как бы ну в собственных проблемах самостоятельно это значит что люди которые были вам как друзья как знакомые если угодно да в действительности не так искренне к вам относились как вы того считали и когда между вами происхочло отдаление они по сути дела сами посчитали это отдаление хорошее вот в принципе то что вам нужно понимать о отказе от людей то есть когда вы пишете про отказ важно понимать что не только вы отказались но и от вас отказались и это проверки это испытания далеко не каждый человек другим человеком будет когда кому плохо истинные друзья проявляются когда и истинные друзья проявляются в несчастье поскольку вы показывали себя очень независимым человеком то я надеюсь вы понимаете что люди другие знали вас только как человеку который вам все хорошо но они просто не могут представить себе что у вас может быть что то плохо они не могут представить себе что у вас могут быть какие-то проблемы и по их мнению вы никогда не обрушите у них помощи в решении этих проблем опять же если они так считают вам нужно знать что они себя таким образом оправдывают тем что вы их помощь не попросите значит помогать вам не стоит не нужно и в принципе все это не знакомые это так люди которые вот случайно кого-то вы может быть обещали но здесь все упирается в то же самое если человек вами дорожки запринимает вас он принимает вас такой как право есть теперь вам нужно строить отношения уже иначе по-другому не бояться спросить у людей помощи но смотреть как человек реагирует на то что вы попросили у него помощи или смотреть как человек реагирует на то если он у вас попросил помощь если вы попросили отчетного человека а он начинает постоянно это вспоминать или постоянно говорить о том что вот я тебе помог ты мне теперь должна таким человеком нужно прекращать участв если человека вы попросили о помощи он отказал значит у него есть резкие причины с таким человеком нужно продолжать общаться потому что отказ помощи это достаточно честный акт поведения и поведения и если у вас нет лишь только однозначного знания о том что человек мог вам помочь но не помог просто из-за вредности с таким человеком надо общаться если он действительно не помог вам это время то с ним тоже нужно перестать общаться нормальное поведение тогда когда человек помог вам и забыл не вспоминает не попрекает ничего вы попросили он согласился он помог забыли продолжаем общаться так же его поведение его отношения к вам не меняются то же самое актуальное и в случае если человек просит помощи у вас если человек попросил у вас помощи вы помогли его все время общаться с этим человеком не стоит если человек попросил вас помощи если вы ему помогли он начал относиться к вам по-другому смотреть на вас снизу вверх и так далее таким человеком тоже желательно не прекращать общаться ну по крайней мере соблюдать дистанцию, потому что человек явно впадает в зависимость от вас. И только если человек воспринял помощь как нормальное действие, а ему даться в помощи вообще-то говоря это нормально, и помогать другому человеку вообще-то говоря тоже нормально, но с одним важным условием, если это не вредит тому, кто помогает, если это не в ущерб тому, кто помогает, я вам честно скажу о том, что если бы мне не нужно зарабатывать деньги, я бы помогал бесплатно. Но мне нужно зарабатывать бесплатно, я бы помогать не могу. То есть если бы я помогал вам бесплатно, я бы себе вредил. Это было бы плохое поведение с моей стороны. неправильно помогать в ущерб себе. Это не помощь, это жертва. Жертва, жертвенное поведение мало когда обусловлено. кроме радости, что лидических ситуаций, когда, например, ценой своей жизни спасаешь другого человека, другое существо, ценой своей жизни что-то еще делаешь. это да. Это может. Но и то, здесь очень сложный моральный вопрос. И когда ты отходишь в своей жизни, не думаешь при этом о других людях. То есть это всегда немного эгоистичное поведение. Это всегда поведение, нацеленное на достичь каких-то своих ценностей, при этом совершенно не учитывается на то, как другие люди, близкие люди, на это отреагируют. Поэтому от жертвенного поведения мы с вами давайте попробуем отказаться, оно нам не нужно. А вот во всем, что касается нормального, адекватного отношения друг к другу, это правильно. Поэтому не нужно бояться, что вас будут использоваться. Вы просто четкую границу установите, как я вот вам описал, и все. Никто вас использовать не будет. Вы увидите, что человек ведет себя к вам негативно, и вы тоже привлечете с ним общение. Потому что никто не вправе вас заставлять общаться или принимать помощь, если вы знаете, что вам эта помощь потом выйдет боком. В контексте общения с людьми, в контексте того, что вы боитесь того, что вас будут использовать, я надеюсь, тоже я вам это сказал. Далее вы пишете, где гордыня и где достоинство. Гордыня – это тогда, когда вы отказываетесь с людьми общаться, принимать их помощь, не давая им даже шансов. Достоинство – это когда вы не позволяете людям действовать в ущерб вам. Когда вы видите прямую угрозу, конкретную угрозу. Вот это достоинство. Не понимаю, какие у меня цели, где истина, а где ложь. Я вам не смогу рассказать, какие у вас цели, какие истины, какие ложь. Это решать вам. Но мы исходим из ваших желаний, того, чего вы хотите. И вот то, что вы хотите, является истинными целями, истинными для вас. На самом деле это единственный верный критерий. Цели должны быть обусловлены желаниями, вашими сильными, истинными желаниями. То, чего вы хотите на данный момент сильнее всего и является, по сути дела, истинным для вас. Когда вы этого достигнете, у вас, возможно, появятся другие желания, которые, собственно говоря, тоже станут для вас истинными. Нужно прислушиваться лишь только к твоим желаниям и доверять им. Ну и наконец, последнее, что вы пишете, это то, что надо лепить новую напраску, а я себя даже не вижу. Может быть, вы как-то видите меня. Да, я вижу вас, но я вам не скажу, какой я вас вижу, потому что это было бы нарушением этики профессиональной. Я не стану этого делать. Я думаю, что вы сами можете слепить себя новую, а точнее не новую. Это вот тоже очень такой опасный формат мышления, когда вы придерживаетесь строго того мнения, что да, вы старая умерла, ушла, а нужна новая Наташа. Вы будете тем же человеком на самом деле, тем же, кем вы были. только теперь уже с изменившимися ценностями и с поменявшимися взглядами на жизнь, по причине того, что с вами произошло. Но вы все тот же человек на самом деле. Просто вам сейчас нужно в большей степени себе доверять. дайте себе установку, что те ваши желания, которые вы испытываете, сильные желания, которых вы не сомневаетесь вообще никак, вот они как раз и являются основными. И эти ваши желания, они были и раньше. Просто раньше вы в этом так сильно не раздали, как сейчас. И давайте скажем прямо. Вы говорите, я ненавижу свое тело, ненавижу свою внешность. При этом вы, как мне видится из ваших текстов, совершенно ничего не делаете, чтобы улучшить эту самую свою внешность и свое тело. Значит, давайте сначала представим себе, какой вы хотите из себя увидеть. Представим, а теперь по пунктам, поэтапно, давайте подумаем, что нужно для этого сделать. Прямо поэтапно, вот поэтапно, продумаем, что нужно делать. И теперь задачу выполняем одну за другой, одну за другой. И не отступаем от этой задачи, во что бы то ни стало. Когда мы начинаем сомневаться в своей задаче, в том, что мы делаем, задаем себе вопрос. Напоминаем себе, ради чего? Ради того, что мы не нравимся сам себе. Ради того, что мы не чувствуем себя самими собой в теле того, кто мы есть сейчас. Нельзя, да и не нужно заставлять человека, в данном случае вас, любить себя, если вы не нравитесь себе такой, какая вы есть. Но обязательно нужно это менять. Если вы не меняете ничего, а только ненавидите себя, вы себя жалеете. И эта ситуация вам выгодит. Ну и последний момент, который я хочу вам сказать, это про зону комфорта. Зона комфорта, она, вообще-то говоря, ведет деградацию. Очень многие люди, модно сейчас такая, стремятся к этой зоне комфорта. На самом деле, в этой зоне комфорта отсутствует любая перспектива для развития человека. На самом деле, в этой зоне комфорта отсутствует какой бы то ни был запас, задел на будущее для того же самого развития человека. Знаете, зона комфорта была и у древних людей, первобытных людей. они считали, что когда идет дождь, например, или ты их когда не уращай, это гневаются боги на них. И они виноваты только лишь в том, что прогневали богов. боги ответственны за то, что с ними происходит. Это мистическое представление о мире. И что интересно, богословам того времени, жрецам, священникам, было выгодно, чтобы люди так думали. действительно считали, что это виноваты боги в том, что они делают. в действительности же, когда человек переносит свое сознание из мистического представления в рациональное, ответственность, получается, несет только он и, получается, начинаются тогда проблемы. проблемы. Проблема начинается тогда, когда человек выходит из зоны комфорта. Потому что он получает представление о пределе своих возможностей. А когда человек получает представление о пределе своих возможностей, у него появляются, соответственно, другие возможности для того, чтобы достичь того, что он хочет. Только познав предел своих возможностей, можно получить перспективу для роста. Поэтому ваше стремление в зону комфорта – это, своего рода, постоянное стремление к стимуляциям и центрам удовольствия. Вот знаете, люди употребляют наркотики, да? Алкоголь употребляют, злоупотребляют алкоголем. В зависимость впадают разную. И говорят, ну, у человека животный инстинкт инстинкта не так развит. И инстинкта самозахранения нет. Вот мы и проведены опыт. Опыты на крысах. Крысу посадили в коробку, в клетку такую, и к ее голове подключили электрод. Электрод подключен к центру удовольствия в мозгу, а под лапкой у крысы была педаль. И когда крыса нажимала педаль, она посылала импульс в центр удовольствия, получая на хластину. И крыса только и делала, что посылала импульс в центр удовольствия. Только и делала она, что нажимала этот педаль. И она умерла. От голода, от жертв. Потому что все инстинкты, любое стремление к выживанию, к развитию, отходят на второй план, когда человек стремится в зону комфорта. Зона комфорта нужна. Объективно. Для релакса, для передышки, для расслабления, для спокойствия. Нужна. Но постоянно быть в ней, и уж подчинять жизнь стремлению к зоне комфорта, означает облить себя на деградацию. Я не думаю, что вы бы этого хотели. Поэтому то, что проще, не значит легче, лучше. То, что проще, не значит правильно. То, что проще, не значит пригостимое и полезное. Вот то, что я хотел вам сказать. И на этом, я думаю, мы с вами закончим. Потому что много еще получается. Большой объем. Надеюсь, что моя запись будет вам полезна. Надеюсь, что то, что я вам сказал, также будет полезна вам. Если, соответственно, вы захотите разобрать что-то еще, пожалуйста, милости попрошу вас ко мне еще. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok